Всем привет! Сегодня решили с Ксюшей сделать ленивые вареньки. Вот у нас есть такая книжка. Ксенька ее купила на свои честно заработанные. Все, я так думаю, догадались где. И здесь вот такой вот есть рецептик. Вареньки ленивые. Ура! Выходной! Вот такой вот рецептик. Где селые части Ксюши делали такие вареньки. И она меня уже долго просит. Мама говорит, давай сделаем ленивые вареньки. А мне лениво было делать. Ну что, вот насыпали мы сахаром. У нас немножко не по рецепту, у нас чуть побольше творога. Творога у нас 5 пачек. Ну так это, чтобы побольше делать. В общем, 5. Хочется побольше ленивых вареньков, потому что мы их все любим. Такая вот мука у нас. А вот сахар мы насыпали. Мы насыпали 4 ложки сахара. Сейчас насыпем щепоточку соли. Все будем делать как по рецепту. Мы кинули 3 яйца и щепоточку соли. Я думаю, что многие готовят к ней вареньки. Очень любят их маленькие детки. И большие детки их тоже любят. Особенно моя Ксенька. Делаю специально для нее. И она здесь смотрит сериальчик. Как бы сериальчик. Положили 5 пачек творога. И кто это будет все мешать? Конечно же Ксюша. Вот такая масса получается. Ксенька молодец, старается, мешает. А у Ксеньки что-то новое. Она себе сделала бровки. Не пустила я ее на маникюр. Мы, кстати, сняли лак. Скажи, как ты сняла лак. Сюда ручку положи. Вот мы сняли лак. Ничего, нормальные пальчики. Вот вторая ручка. Давай бровь покажем. Давай вот это. Вот какие она себе сделала шикарные бровки. Сняшка. Сняшка. Что за ногу? Все мешай дальше. Ребенок мой. Ну-ка, сериалчик. Какой-то Ксюша новый нашла. Придет Акайска. Тоже делает пироженки. И Ксюша делает варенки. Может быть, Ксюша станет кондитером? А, Ксюша? Насыпали муки. Пока пять ложек. Сейчас Ксенька еще хочет добавить ванилина. Ванилинчик. Чтобы были ароматненькие у нас вареники. Почему их назвали ленивыми? Не так тушили. Никого не делаются. Чего не хватит? Сейчас, поделивай. О, стало сложнее мешать. Наковой. Хочешь вареньки? Мешай. Вот такая колбаска у нас получилась. Вот такая вот. Сейчас мы ее нарежем. Вот такие вот у нас пучки, когда мы уже вареним варенечки. Вот столько у нас получилось вот этого теста. Наверное, получится очень много варенок. Ну, вот сколько у нас получилось наших варенечков. Вот целая досточка. Не знаю, сколько есть штучек. А вот такая еще тарелочка. А вот такая еще тарелочка. До новых аппетита. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И еще, кстати, хотела показать. Вот всегда забываем про фены. Сейчас вот я фен достала. Хочу его немножечко почистить. Я, правда, его уже начала чистить и вспомнила. А почему бы не снять мне на видео? Вот видите, вот эта штука. Вот я уже ее протерла тряпочкой. А там вот внутри, видите, такой белый налет. Я его периодически чищу, поэтому у меня вот такого вот вроде нормальный. У меня такой фен очень, кстати, хороший. С такой штучкой специальной. Фен просто замечательный. Очень крутой фен. Он легкий. Вот этот вот провод крутится. То есть, как бы я его ни направляла, он перекручивающийся провод. В общем, замечательный фен. Просто крутой. Самый крутой, по-моему, фен, который может быть. Кто знает вот эту фену, тот меня поймет. В общем, я про что? Почему-то всегда забываем, что надо чистить вот этот вот. Да, вот эти штучки. А вот сейчас покажу. Вот эти вот. Вот эту я в коробочку сняла. Сейчас вот ее тоже протру. Видите, тут белая, беленькая такая вот. Может быть, от наших волос. В общем, пыль, что тут скапливается, я даже не знаю. Вот. И ее периодически надо чистить. Я не знаю вообще. Помните об этом, что... Вот видите, как она там вот так вот стояла. И вот, пожалуйста, вот этот вот белый такой налет. Может, это наша кожа. Еще что-то. Где-то сеточка. Приведущий у меня фен был. Там была сеточка. Прям пленочка такая снималась. Пыль. Как, знаете, сушильных вот машин. Сушишь одежду. И вот там тоже снимают. И так. Тут также надо снимать вот этот налет. Тогда фен будет служить дольше. Будет такой замечательный фен, как вот у меня вот этот вот Валера. Обалденный фен. Что ж, девчонки, не забывайте ухаживать за своими фенами, расчесочками. Чистить и все. Ну, конечно, пропеллер не прочистишь. В принципе, можно залезть ватными палочками. Вот я почистила вот эту штучку. Вот она такая вот такая чистенькая. Со всех сторон. Девчонки, я вот все-таки взяла вот эту ватную палочку. Прочистила. Смотрите, вот туда залезла. Вот сюда в эти дырочки. Представляете, что там? Ну, это же вообще ужас. Я-то думала, у меня он чистый фен. А это же просто кошмар. В общем. В общем, почищу еще ватной палочкой. Такие у меня вот ногти. Потому что я тут делаю затирочку. Ну что, девчонки, вот 5 минут. И Валерка-то у меня чистенький. Вот смотрите, все я там ватной палочкой прошлась. Кстати, ужас там. Там было очень много пыли. Ну как, для... Пена достаточно. Не вот прям, конечно, там пучок пыли. Но для пена, конечно, это нормально. Вот иногда мы чувствуем что-то таким паленым. Вот это, наверное, вот это вот. Все и есть. Паленым пахнет. В общем, Валерка у меня чистенький. Как новенький. Сейчас я эту крышечку закрою. Вот это вот. Все, красота. 5 минут и все готово. Немножечко времени. И фен продлит свою работу. Будет работать дольше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал вишневым.